Здравствуйте! Вы смотрите программу «Власть. Открытая политика» в студии Юлии Абрамовой. Сегодня самая актуальная тема мы обсудим с губернатором Курской области Александром Михайловым. Здравствуйте, Александр Николаевич! Добрый вечер! Я напоминаю телезрителям, мы работаем в прямом эфире, и если у вас есть вопросы, вы можете позвонить к нам в студию и задать их. Сделать это можно по телефону 70 35 15 или на официальном сайте нашего телеканала 7info.ru. Александр Николаевич, на минувшей неделе состоялась ваша встреча с президентом России Владимиром Путиным, и вот один из политологов высказался так, что встречей президента с губернатором Курской области закончился губернаторопад. Вот как вы относитесь к такому высказыванию? Ну, вы знаете, политики и политологи особенно, они отличаются вообще-то, ну как им сказать, мудрым острословием, да, поэтому это их как бы хобби, прерогатива, вот. Что касается кадровой смены, там, замены, ну, у меня, как бы сказать, здесь какая точка зрения, но это было решение администрации, видимо, поддержанное президентом, и это решалось. Произведено было достаточно, да, большое количество смен. Поэтому ажиотаж, по-моему, будоражил всех, в том числе и взбодривал политологов. Вот, ну, что касается нас в Курске, здесь тоже достаточно хватает политологов, и не только политологов, а других людей, которые иногда в провокационных целях муссируют вот разного рода там слухи, домыслы и так далее, что тут сейчас что-то произойдет. Я думаю, что вот решение о том, где проводить замену, да, а где нет, принимается руководителем, и президент в данном случае принимал эти решения. Что касается нашей с ним встречи, то она планировалась достаточно уже давно, в смысле даже на конец там сентября месяца, ну, потом у президента очень напряженный график, и она была немножко смещена по времени. Ну, а поскольку вот вы, как подметили, в это время шло, как бы сказать, решение кадровых вопросов, видимо, это приписывалось, хотели даже и Курской области это приписать. Ну, вот, закончился или не закончился, опять-таки, честно говоря, прерогатива администрации и самого руководителя. У нас с ним состоялась рабочая встреча, как она и планировалась, и как это проходило всегда вот за годы моей работы. Президент выделил нашему региону больше 12 миллионов рублей из резервного фонда на решение острых социальных вопросов, и после вы вновь обратились к нему с аналогичной просьбой. Скажите, на что вот сейчас нужны деньги? Нет, там дело в том, что, что касается резервного фонда, то сумма там где-то на порядок повыше, где-то около 100 миллионов рублей, я сейчас просто точно не помню, вот, она касается поддержки наших бюджетных сфер, вот, там где-то замены оборудования, переоснащения, там, ряда наших бюджетных учреждений. И поэтому этот вопрос сейчас, он в стадии решения находится, идет поэтапное его решение. Я сейчас речь не вел о том, чтобы вот именно такой вопрос не ставился. Я другие вопросы ставил, которые являются крупными, которые без поддержки иногда руководству страны не решаются. Знаете, это вот и объекты культуры, вот, и сегодня вот я уже говорил вашим коллегам, но просто повторю, может быть, люди и не слышали. У нас в городе Курске сейчас есть проблема, она встанет во весь рост вот через несколько лет, но уже сегодня надо ее решать, потому что очистные сооружения города, они уже, как бы сказать, доживают свой век, надо строить новый город, все-таки Курск, это большое такое, будем говорить, муниципальное образование, вот, а объект стоит, ну, я не знаю, там, порядка миллиарда 600, где-то вот так. Поэтому самостоятельно построить без поддержки федеральных структур мы его не можем, и поэтому здесь я вот как раз убедил руководителя поддержать. Ну, и целый ряд других проблем, вот, которые являются достаточно такими серьезными, крупными, что ли. Вот, а резервный фонд, это где-то там что-то было выделено на сферу культуры, на образование, на здравоохранение, но это, еще раз говорю, на оснащение, переоборудование помещений и так далее. Так что, вот так. У нас впереди два юбилея, 75 лет Курской битвы и тысячелетие города Курска. Эту тему вы тоже обсуждали с Владимиром Путиным. Можем ли мы рассчитывать на поддержку со стороны главы государства? Что касается 75-летия разгрома немецких войск на Курской дуге, вот, то это дело уже достаточно близкого периода времени, это же ведь будет в следующем, в 2018 году. Вот, и, конечно же, нам здесь необходима была поддержка тоже федеральных структур власти, для того, чтобы, ну, сделать этот праздник его достаточно весомым. Мы всегда юбилейные годы, вот, стараемся сделать так, чтобы они были, во-первых, доступны для людей из других регионов, ну, для ветеранов, для тех, для членов их семей, там, ну, кто пожелает прибыть к нам. Вот, у нас ведь на 70-летие Курской битвы прибывали делегации из 62 регионов Российской Федерации. Поэтому я и попросил здесь поддержки, чтобы праздник стал действительно общероссийским. Владимир Владимирович, он всегда это поддерживал и поддержал, и сейчас. Вот, есть у нас там просьбы к ряду министерств, в частности, и к Минобороны, там, по организации военного парада, по ряду других. Может быть, удастся нам обустроить наши объекты на северном фасе Курской дуги, вот, там, дополнить вот то, что нам удалось уже там сделать, да, вот еще определенными там интерьерами и так далее. Ну, вот, об этом как раз шел разговор, здесь поддержка однозначно была достигнута. И руководству администрации президента было поручено, вот, помочь администрации Курской области в организации этого мероприятия праздничного 75-летия. Вот, что касается тысячелетия, ну, здесь вопрос еще достаточно дальний, вот, по времени, в 1032 год. Ну, тем не менее, мы сейчас, я просто проинформировал Владимира Владимировича, и он, в общем, согласился со мной, что, ну, надо, конечно, послушать людей, здесь много мероприятий. Я вот приводил в пример, скажем, Ярославль, когда они праздновали, это было в начале еще вот нулевых годов, где-то там, я не помню точно, 2005 или 2006 год, вот, тоже тысячелетие города Ярославля, и они, в общем-то, реализовывали программу, да, по подготовке к самому праздничному, юбилейному этому торжеству, где-то практически 7 или 8 лет. Ну, то есть, строились объекты, выделены были достаточно большие средства, порядка, там, 9 или даже 10 миллиардов рублей из федерального бюджета, ну, поэтапно, вот, на протяжении этих лет. И построен целый ряд важных, нужных объектов, как бы, был поддержанный город Ярославль, Ярославская область. Ну, вот, мы хотим, чтобы примерно по такому же образцу это произошло и на нашей Курской земле. И президент тоже с этим согласился. Ну, а пока сейчас мы хотели бы, чтобы активно поработала общественность, общественные организации, надо сформировать блок вопросов, которые мы хотели бы решить в ходе подготовки к празднику, где нужна помощь федерального бюджета, там, и так далее. Ну, вот, эта работа сейчас ведется. А поручение тоже взаимодействовать с нами, вот, Владимир Владимирович дал. Алексей Николаевич, 4 ноября мы будем отмечать День народного единства, а 7-го – столетие Октябрьской революции. Вот, если говорить в целом, как вы относитесь к революции? Ну, что касается Дня народного единства, я не знаю, надо ли здесь говорить. Это общенациональный праздник, который сейчас объединяет нашу страну в том плане, что он является таким, знаете, ярким образцом объединения патриотических сил, независимо от их материального положения, там, сословного положения, да, вот, вероисповедания и так далее, для того, чтобы, ну, удержать независимость своей Родины и развивать ее. Вот, поэтому, как говорят, да здравствуют Минины и Пожарские всех времен, а те, кто тогда это сделал, именно сами они, и те люди, кто был вместе с ними, конечно, это ярчайший пример для всех поколений россиян. Праздник общенародный. Что касается революции в целом, тут надо, наверное, разделить все-таки ответ на вопрос. Ну, отношение мое к революциям отрицательное, резко всегда было. Вот, давайте вот вспомним, наши люди, наверное, иногда забывают об этом. Вот, 20-й век, да, вот, революция, значит, во-первых, Первая мировая война, и в ней Россия участвует, начиная с 1914 года, затем революция, в 17-м году, сначала февральская, потом октябрьская, ну вот, а затем выпала еще и гражданская война и так далее, и Россия потеряла как минимум 10, либо 12 лет в своем развитии. Затем Великая Отечественная война и потеря еще почти в 8-м или 10-ти лет, затем, как я называю, контрреволюция, пусть там кто как хочет трактует, это моя точка зрения, 1991 года, а после нее что, лихие 90-е, да, и опять лет 10 в развитии России потеряно. Если все это суммировать, то получается пол 20-го века Россия не развивалась, а только что делала? Восстанавливалась, да понесла еще какие-то огромные человеческие жертвы, потери и так далее. Как тут можно приветствовать там все эти революции и так далее. Вот это вот первое. Поэтому желательно, чтобы их не было. Но надо справедливости ради все-таки, ну объективно, что ли, оценивать историю. И вот если говорить о революции 1917 года, часто бытовало мнение такое, и оно насаждалось. Даже в советское время пытались рассказать. Вот знаете, царя свергли большевики. Ну царя в феврале 1917 года свергли не большевики, и не Ленин никакой, а царя свергли его окруженцы, собственно говоря. Вот. Сейчас вот я часто задаю вопрос, скажите, а кто это был в составе временного, так называемого, правительства? И что это оно не занялось возрождением страны, там не взялось, как говорят, засучив рукава, ее там возрождать, восстанавливать? Кто такой Керенский, который возглавлял это? А когда грянула революция октября 1917 года, то этот Керенский, переодевшись в женскую одежду, срочно убежал куда-то за рубеж там, да? Значит, он оттуда и появился, наверное, или был тесно связан с этим. Поэтому, вот как раз октябрь 1917 года, его тут, можно сказать, что это было вынужденное, что ли, такое вот революционное событие, которое, по сути дела, предотвратило гибель нашей страны, распад ее. Вот. Ведь после того, как она состоялась, ну, там понятно, что те, кто затевал вот в феврале 1917 года, значит, все эти действия по распаду нашей страны уже тогда, они немножко как бы ошиблись, просчитались. Наш народ сплотился. И забываем мы просто, наверное, и в истории, что 30 декабря 1922 года правительство Ленина, вот, поработав в организационном плане, оно смогло потом, значит, способствовало, вернее, сбору съезда народных депутатов СССР, и была воссоздана страна, Союз Советских Социалистических Республик, практически в рамках и в границах Российской империи. Я вот одному умному, как я выражаюсь, политологу задавал вопрос в Москве. Территориально, вот, Российская империя и Советский Союз, это практически одно и то же, значит, целостность страны сохранили, правильно или нет? Вот, ну да, там, Ленин тогда предоставил от имени своего правительства независимость Финляндии, ну, там вопрос этот был назревший, перезревший, здесь ничего, остальное-то все сохранилось и было собрано опять, и продолжало работать, как много веков назад. А вот контрреволюция 91-го года отличается от революции 17-го года, октября имею в виду, тем, что оно как раз послужило тому, что был допущен и совершен развал Советского Союза, и, значит, Российской империи бывшей, ее так на Западе и называли, кстати, до сих пор. Вот, поэтому отношение у меня к революции октября 17-го года позитивное, потому что если бы оно не состоялось, то вот эти Керенские и его прихлебатели, они бы угробили страну, и она могла развалиться уже тогда. Александр Николаевич, буквально через пару дней начнутся школьные каникулы, и наши ребята, школьники, отправятся на экскурсии, в том числе по родному Курскому краю. Вот летом в Курской области прошло два мероприятия, это фестиваль оладий и гнижатвы. И сейчас эти два мероприятия претендуют на национальную премию в области туризма. Вот как вы считаете, есть ли будущее такого гастрономического и этнического туризма, и сможем ли мы привлечь гостей запахом оладушек и горячего хлеба из печеного? Ну, что касается, вообще-то, знаете, вот знания своей, что ли, малой родины, да, вот, и большой нашей родины, России, это, конечно, аспект, на который надо сегодня очень серьезное внимание обратить. Оладушки там или другое что-то, о чем вы спрашиваете, значит, у нас сейчас вот отработано, в принципе, это свыше уже 30 различных туристических маршрутов в Курской области. Вот, но сделать их популярными, я думаю, что, ну, на мой взгляд, где-то десяток, может быть, максимум полтора, если удастся, вот и то, это же не за один год делается, но примерно около десятка. Ну, прежде всего, это вот маршрут, который называется Курская дуга, там, или Курская битва. Сегодня очень хороший маршрут, это вот наши культурные места, это, скажем, и Георгий Свиридов, это Афанасий Фетт, вот, и другие наши, скажем, места культурного такого наследия. Ну, и, в общем-то, заповедники наши такого природного характера, имени Алехина, вот, и связанные с ними другие места, которыми богата наша Курская земля, вот их надо пропагандировать. Сегодня, кстати, поток туристов в нашем регионе, он с каждым годом возрастает. Я вот сейчас боюсь просто ошибиться, точную цифру назвать, но, вы знаете, вот, как только серьезно стали заниматься мы, администрация области, поддерживать это направление, вот, молодежь активно в этом, вот, спасибо им, участвует. И поток туристов, он возрос где-то в пять-шесть раз, по сравнению с тем, что было вот еще пять-семь лет назад. Так что и оладушки здесь пригодятся, и все остальное. И я считаю, что это один из аспектов просто того, что в ходе, там, турпоездки люди могут увидеть на нашей территории, и что является традиционно, ну, может быть, нашим курским, да. Ведь каждый регион имеет какие-то свои давние исторические традиции, которые забывать нельзя. Так делают, вот, скажем, в зарубежных странах, и у нас, там, где удается вот эти туристические маршруты, их, как бы, запустить, вот, они именно этим привлекают. Тем, что это самобытность, что это вот такое что-то оригинальное, интересное, и поэтому люди туда едут и будут идти. На мой взгляд, это имеет хорошую перспективу. В воскресенье в Сочи завершился Всемирный фестиваль молодежи и студентов, и курская делегация на этом фестивале была одной из самых многочисленных. Больше трехсот ребят из нашего региона отправились в Сочи. Они уже вернулись, и наша съемочная группа с ними встретилась и узнала о впечатлениях. Давайте посмотрим сюжет. Их встречали, как настоящих героев, с цветами, хлебом, солью, плакатами, даже слезами. Радости, конечно. 350 курян, этот акцебр уже не забудут никогда. Впечатлений море, но рассказать о них не хватает слов. Сердца переполнены, эмоции действительно непередаваемые. Это события нашей страны, события всего мира, которые мы стали участниками, мы предоставили такую возможность. Это гордость, это честь. Это именно эмоции, которые пока что внутри. И я даже не представляю, сколько нужно будет времени, чтобы от этого отойти, то есть от всего, что было там. А было там немало. День за год. Профильные лекции, дискуссионные площадки, мастер-классы, встречи с известными спикерами, спортивные состязания, концерты, кино, спектакли, живое общение, обмен опытом. Плотность фестивального графика такая, что он едва не трещал по швам. С раннего утра до позднего вечера ценные минуты, прожить впустую которой было бы преступлением. Естественно, общались с одногруппниками, и одногруппники думают пойти там на пару первую к какому-либо преподавателю. А мы просыпались утром и думали пойти на лекцию к Лаврову, допустим, или нет. Поэтому я думаю, я расскажу про то, что я видела огромное количество несметных просто людей невообразимого полета и невообразимой важности, которые передали нам огромное количество идей, мыслей, рассуждений, и вот как, наверное, сосуд наполнили нас своими словами. Владимир Путин, Сергей Лавров, Ник Вуйчич, Александр Карелин, Марк Олумбертини, Элла Памфилова, Сергей Безруков, Владимир Меньшов. Порядка 1300 знаменитых на весь мир политиков, артистов, спортсменов, общественных деятелей каждый день выступали перед участниками фестиваля. И куряне почти всегда в первых рядах. Внимание притягивали не только активностью на рабочих площадках. Своим задором и обаянием заряжали как солнечные батарейки. Один из дней я встретился с ребятами из других делегаций. Мы общались, начали обмениваться информацией. Они говорят, ну, знаете, ребята сами были из Калининграда, и говорили о том, что про курс говорят все. Даже появились такие кричалки, даже ребята, когда друг друга не знали, проявили мимо, говорят, привет, курс. То есть, я говорила о том, что наши ребята достаточно коммуникабельные, и, опять же, повторюсь, они очень ярко и сильно узнаваемы. Самая дружная, яркая и шумная. Такую репутацию снискала делегация Соловьиного края. Фестиваль уже позади, но это формально. Он остался глубоким отпечатком в сердцах всех участников и волонтеров. На протяжении всего фестиваля, безусловно, в социальных сетях было очень много восторженных откликов, фотографий, эмоций. И действительно, ребята, вернувшись, рассказывают, что экспозиция Курской области пользовалась очень большой популярностью. Вот как вы думаете, может быть, это тоже будет возможностью привлечь к нам, в том числе и из других стран туристов? Такая самопрезентация? Дело в том, что мы всегда поддерживали молодежные проекты. Достаточно один, просто напомню, с 2002 года в нашем регионе реализуется проект «Славянское содружество». Он сейчас замечен уже на уровне администрации президента. Его посещают знаменитые, вернее, достаточно опытные, эффективные, знаменитые даже, могу сказать, эксперты. И они, в общем-то, ну, как вам сказать, очень позитивно отзываются о том, что это замечательная площадка для общения, для обмена опытом, для сближения там народов, особенно и молодых поколений. Ну, и таких проектов у нас достаточно много. Поэтому вот на экспозиции там было представлено все, что у нас есть лучшее в наработках. Конечно, это, как вот я тоже слушал, пока вот отзывы еще детально окончательного не было, анализа. Но ребята рассказывают, что действительно эта экспозиция вызвала очень хороший интерес у сверстников из других регионов. Ну, она сейчас будет размещена. Наверное, мы ее постараемся в нашем дворце пионеров разместить, чтобы люди могли тоже с ней ознакомиться или там наши вот школьники туда ходить, смотреть и приобщаться к этим вот интересным, очень важным, хорошим проектам. Ну, и кроме того, то, что говорилось в сюжете, очень правильно и хорошо. Ребята смогли пообщаться, да, ну, будем говорить так, со знаменитыми личностями и в политике, и в культуре, там, и в спорте. Вот все те, кто мог, в общем-то, или являлся, может быть, даже их кумирами где-то, они их воочию увидели, услышали, смогли пообщаться. Пообщались со своими сверстниками. Это тоже дает очень хорошую почву для развития дальнейших контактов. А это и есть наша главная цель, чтобы в стране мы были одним из моторчиков поддержания вот такого, знаете, хорошего, доброжелательного климата, полезного для развития. Пока ребята общались в Сочи, в Курске происходило достаточно уникальное событие. К нам приехал Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. В 2017 больше 12 тысяч курян смогли увидеть его, сфотографироваться, как-то вот, ну, тоже прикоснуться к событию, которое ждет всю страну в следующем году. А сегодня приятную новость преподнес нам Курский авангард. Мы впервые, команда вышла в одну четвертую Кубка России. Как считаете, за счет чего вот такого результата добились? Первый сезон в ФНЛ, и уже вот мы в одной четвертой Кубке России. Ну, вы знаете, это говорит о том, что сейчас команда вот наша, она сбалансирована. Вот, не случайно она вышла, скажем, из второй лиги, да, вот из своей зоны. Центр, как она у нас называется. Вот, в первую лигу, как она, это правильно, по ФЛ. И команда сохранила этот настрой, укрепился сейчас тренерский состав. Ну, стараемся поддерживать. Я вот призываю наших предпринимателей, которые бы могли нам помочь. И, конечно, это помогло бы еще команде. Но ребята сегодня, сохранив вот этот настрой, они смогли достичь, вот не только вышли в первую лигу, сегодня, видите, вот в Кубке. А здесь очень важно, в Кубковых играх, да, уметь концентрироваться на конкретную цель, на вот тот матч, который сегодня проходит. Не случайно была достигнута победа над командой ЦСКА. Об этом в прежние годы можно было только помечтать. Это впервые в истории курского футбола. Вот, ну, а сейчас вот я поздравляю болельщиков нашего клуба и всех курян с победой нашего авангарда в Тамбове в игре в одной восьмой финала над местной командой и с выходом в четверть финала. Это тоже впервые в истории курского клуба. Ну, что ж, здесь еще раз говорю, концентрация, выполнение своих обязанностей. Я вот когда-то в молодости играл в футбол, помню фразу одного хорошего тренера. Он всегда говорил, выполнить установку на матч, соблюдать, быть дисциплинированным, выполнять все, что намечено на игру, имеется в виду. И говорил, помните, порядок и дисциплина бьют класс. И я думаю, что вот здесь как раз это правило, оно и сработало у нас. И в ЦСКА, ну, а с Тамбовым тут мы практически по силам-то равны, хотя Тамбовчане уже раньше нас вышли в первую лигу. Тем не менее, это приятно, что теперь в четверть финале Курский авангард будет, наверное, на своем поле принимать следующего соперника. Поэтому будем болеть за нашу команду, пожелаем ребятам дальнейших успехов. Александр Николаевич, давайте перейдем к социальным вопросам. В Абаяне удалось решить проблему с чистой питьевой водой. И прежде чем мы обсудим эту тему, я предлагаю послушать, что говорят местные жители. Воду давали по часам, то есть это было крайне неудобно. И давали, если давали, она текла совсем маленькой струйкой. То есть газовая колонка не загоралась, было невозможно ни помыть посуду. Стиралась машинка очень долго. Сейчас приходишь в свободное время, легко и быстро включаешь все и пользуешься. Есть больше времени погулять с детьми и заняться своим личным временем. Александр Николаевич, в Абаяне для того, чтобы решить проблему, нужно было построить три скважины. А вообще в нашей области еще с 2010 года началась реализация программы «Экология и чистая вода». И в результате больше 300 тысяч человек смогли получить чистую, качественную питьевую воду. Сколько населенных пунктов еще нуждается в этом? Ну, во-первых, давайте так скажем. Мы сделали так, что первые годы работы нынешней администрации, в смысле, удалось построить станцию обезжелезивания в нашем городе Железногорске. Значит, люди получили чистую питьевую воду даже в городе. А вот года три или четыре назад мы сделали это очень сложная была работа. Восстановили вот тот объект, который когда-то в начале 90-х годов еще здесь планировался. Значит, и затем построили станцию обезжелезивания для города Курска. И теперь Куряне практически там единственное, знаете, где может быть попадать некачественная вода, это уже зависит больше от самого города Курска, ну, где сами разводящие трубы не заменены. А в целом город получает сейчас чистую питьевую воду, а это огромное количество населения. И вот то, что вы назвали, 300 тысяч, там даже больше населения, это речь идет о сельском населении, где мы смогли тоже вот обаянь и там целый ряд других населенных пунктов решить эту проблему. В целом, ну, питьевой водой у нас обеспечены практически все населенные пункты. Если только есть где-то, ну, знаете, небольшие там хутора или как их назвать, поселочки. Ну, там мы сейчас идем по пути такому. Им строятся там скважины эти небольшие отдельные, чтобы живущим там людям помогать добывать воду непосредственно там вблизи своего жилища, а не ходить там за километр или за два в какой-то колодезь или там к какому-то роднику за водой, как это делалось раньше и делалось вообще всегда. Вот, поэтому каких-то таких серьезных проблемных вопросов в этой части сейчас нет. Ну, а что касается, скажем, заведения там водопроводов во все дома, ну, это больше села, конечно, касается. Вот, ну, это еще где-то около 25, наверное, процентов все-таки не сделано. Но ведь, когда, еще раз говорю, начинала работать нынешняя администрация, это была картина полярно противоположной. 25% только на селе домов имело, ну, как бы воду, да, или водопроводы внутри, а сегодня 75% имеет. Вот это достаточно хорошая работа. Но в этом году она продолжается, вот, и мы будем ее вести до тех пор, пока вообще в каждом домике, как говорится, или в каждом жилище, вот, будет, туда будет поступать вода от централизованного водоснабжения. А что касается чистой питьевой воды, ну, здесь практически ее сейчас получают у нас все. Больше всего страдали от этого вот наши города, вот, в частности, Абаянь, почему там построили. Ну, а прежде всего, это Железногорск, ну, давайте так, горно-металлургический комбинат, без комментариев, и город Курск. Эта работа, как я уже сказал, выполнена. Александр Николаевич, у нас есть звонок, давайте послушаем вопрос телезрителя. Здравствуйте, говорите вы в эфире. Здравствуйте, Александр Николаевич, вас беспокоит Томакова Ирина Александровна. У меня вопрос, касающийся здравоохранения, в частности, здоровья наших маленьких пациентов, детей. Несколько лет назад в Курске была закрыта детская поликлиника, номер один, который отслуживал в достаточно большой микрорайон. И вот на данный момент все эти детки распределены между двумя поликлиниками. Одна на Чумаковской улице, вторая на улице Верхнеказацкой. Поликлиники стараются, они справляются, но очень неудобно, например, в поликлинику на Верхнеказацкую возить детей с проспекта Победы, с Дереглазова, то есть очень развивающихся и молодых микрорайонов. Вот вопрос мой состоит в следующем. Есть ли в планах строительство новой детской поликлиники, которая могла бы обслуживать проспект Победы, Дереглазова, то есть северный микрорайон? Спасибо. Спасибо вам за вопрос. Вопрос, вернее, ваш вопрос, он абсолютно правильный, имеет, как говорят, место быть и поставлен. Но другое дело, что, понимаете, слишком затратными является строительство бюджетных объектов. И вот сегодня мы бы уже в планах, однозначно отвечаю, есть строительство и на проспекте Дереглазова, и в других там, вот именно в тех микрорайонах, двух объектов здравоохранения. Но сдадим онкодиспансер, и тогда займемся этими объектами. Область просто сама не может, не в состоянии из-за финансовых своих возможностей, параллельно, одновременно строить все их. В этом году у нас и так, в здравоохранении, вот, один миллиард рублей будет освоен на строительстве онкодиспансера, и будет сдана в городе Курске, на Энгельса, на улице Энгельса, станция скорой медицинской помощи, которая будет обслуживать и город Курск, и нашу большую часть Курского района. Вот, ну, плюс там еще мы работаем сейчас активно с селянами и так далее. Так что вопрос в том, что в планах есть, и это вопросы где-то 2019-2020 годов. Александр Николаевич, ну вот, к сожалению, время нашего эфира уже подошло к концу. Спасибо большое, что пришли к нам в студию и ответили на вопросы. Я напоминаю телезрителям, если вы не успели дозвониться в нашу студию во время прямого эфира, вы всегда можете оставить свой вопрос на нашем официальном сайте seymunfo.ru. А на этом у меня все. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова